Всем привет! Хорошего дня! Носкресный, можно сказать, денек. Прогуливаюсь, иду сейчас на вокзал, на здоровье. Центральный вокзал города Новосибирска. Сегодня погодка, солнце прям, не то что шепчет, говорит, езжай-ка, Ренат, на Обское море, проведи там интересный репортаж, можно сказать, проведи видеосъемочку, порадуй наших подписчиков. Ну вот, сейчас вот жду электричку, купил билет, где-то через полчаса приедет. Вот, можете наблюдать места, можно сказать, с каких годов, я даже не знаю, здание построено, вот точно, наверное, где-то в 50-х. Тут, по-моему, самый старый вокзал, там дальше будет новая пристройка, но это как у всех, в принципе. Вот такое вот здание Новосибирского вокзала. Заходить вряд ли будет. Так, давайте здесь поднимемся. Посмотрите, какая здесь архитектура, да, какая кладочка, да, из камней сделала. Ну, естественно, заметно, что ее просто облицовку сделали, для видимости создать, да, на самом деле, ничего такого. Здесь интересное здание, да. Посмотрим. Тоже где-то 60-х годов, 60-х. Впереди нас, везде, отель, заброшенный отель, конечно. Я не знаю, почему, но такое, знаете, ощущение. Обанкротился, наверное, хозяин. Таких заброшенных отелей по России много. Да, кстати, вот этот вокзал, это пригородный вокзал. Ну, я так думаю, построен был еще давно, еще. Хотя, я не знаток такой истории Новосибирской, если честно. Мне кажется, что это самый первый вокзал. Тут нужно будет историю поизучать, сейчас посмотреть. Все с этим связано. Площадь Гарина Михайлова называется. Прямо возле вокзала. Доехал сюда на метро. Очень удобно. Особенно на Обской ездить. У меня вышел. Пять минут до метро прыгнул. Доехал за 10 минут до вокзала. Сел на электричку. В течение часа. И ты на море. Красота прям, да. Здесь вот, сейчас видите, показывает. Толло 11,40. 20 градусов тепла. Фактически все жители Новосибирска, они уже как привыкли. В выходные дни они в пятницу вечером уезжают. К себе на дачу и там проводят. В выходные дни, в воскресенье вечером приезжают только в город. Это только малая часть, где-то 20% населения остаются. Работают, проводят время. Но, по сути дела, в основном все, 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 все уезжают на природу. Да потому что, ну, что здесь делать? Он и так уже надоедает целыми днями. Я помню, вот этот вокзал. Я сюда приезжал и практически не выходил в Новосибирск проездом. Сюда и до аэропорта, до Толмачева, Таиланд, например. Или в Бердск к родственникам. И все, это все, что я знал о Новосибирске. Ну, где-то, может быть, меня увозили там на автобусе, на машине. Смотрел. Ну, это ни о чем. Мэйнспэдж фотел. А мне кажется, он работает. Видите, там прямо окна открыты. Наверное, не видите. Это надо будет приблизить. Вообще, Новосибирский вокзал, он считается таким большим по размещению, как хаб, по Сибири. Вообще, по округу этого Сибири. Ну, там Краснодар есть еще, вокзалы, знаете, разные. Новосибирский вокзал считается самым большим таким. Отсюда он много-много кто уезжает по области, также по всей стране, в другие зарубежья. Вот я приехал сюда с Павлодара, с Казахстана. Прямой поезд. Ну, не Павлодар, там вагон прицепной. Так он вообще идет. Если мне память не изменяет. Так. Но он идет, идет, идет. Короче, по-моему, с Астаны до Новосибирска. Что-то такое прямой поезд. Сейчас вообще закрыли все связи по железной дороге с Казахстаном. Только через маршрутку и автобус ездит. Короче, что-то бардак какой-то по миру происходит. А по самолету так вообще жесть. Ценники такие, если в Алмату лететь, там, блин, вообще 20 тысяч рублей. Билет тут стоит. Это вообще какой-то бред Новосибирского базара. У Павлодара нету такого билета. Раньше был Новосибирский Павлодар в самолет, но сейчас его отменили. Ну, не знаю. Наверное, не выгодный был. Потому что выгоднее, конечно, на маршрутку здесь сел. 2 тысячи заплатил и поехал. С одной стороны, точно так же, что и в самолете. Просто ты едешь по дороге, а там ты летишь гораздо дешевле. А билеты стоили, ну, около, по-моему, 10 тысяч на самолете Павлодара. Ну, сами подумайте. Разница такая. Здесь, кстати, площадь классная для того, чтобы кататься на этих самокатах. Электрособокатах. Вы катаетесь на электрособокатах? Вам нравится заниматься? Ладно, не буду много снимать. Следующий видос ждите с Обского моря. Поэтому всем добра-бобра. Подписывайтесь, ставьте свои лайки. Если есть желание. Нет желания, не ставьте. Я не жалую. Я не обижусь. Я знаю, что посмотрите ролик. Напишите комментарии, что-нибудь там. Замутите такое. Кстати, у меня в планах будут свободные времена. Это именно посещать такие исторические места. Ну, такие самые знаменитые по Новосибирску. И снимать. Ну, для истории, для канала себе на YouTube, на Instagram. Поэтому нужная вещь, она пригодится. Это как память. Знаете, на YouTube сохраняется на всю жизнь. Там же потомков, может быть, останется. Что-то еще там. Ну, видите, самолет. О-о-о-о. Куда-то полетел. До аэропорта, наверное, скорее всего. Ну, да. В принципе, тут же Толмачево недалеко. Еще раз показываю вам. Вообще классно, да? Со стабилизатором. Картинка. Прям вообще суперски. Смотреть с одним удовольствием. Кстати, смотрите лучше по телевизору. Заходите на YouTube мой канал. Ссылка в описании. Это я про подписчиков, которые в Instagram. В описании заходите. Там ссылка. Просто кликайте, переходите на YouTube. Включайте себя на телевизоре, на ноутбуке, на компьютере. Да и смотрите нормально. Чем в этот телефон долбиться, смотреть это не то. Зрение портит. Пора переходить. Да и есть возможности кучи у всех смарт-телевизоры. Есть такая возможность. У меня, в принципе, не такое плохое качество передает телефон. Он HD снимает. Пишется, конечно, Full HD, но это фигня все, не Full HD. Я у себя смотрю по телевизору. Сразу с телефона скидываю на этот, на телевизор и смотрю. Вообще, блин, зашибись. Одно удовольствие. Ладно, всем доброго-вра, увидимся.